всем привет сейчас я иду к ребятам в школу и мы поедем на экскурсию к вечному огню я думаю это будет очень увлекательная экскурсия постараюсь все снять и сделать такую память ребятам и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как будет экскурсия проходить? Конечно, то, что идет наша экскурсия в преддверии одного из самых важных праздников, который будет 9 мая Это на нас с вами накладывает такое обязательство очень важное В рамках экскурсии посетить монумент славы воинам-сибирякам Ваши родители уже заготовили цветы, куда мы их положили Вот они у нас лежат Поэтому обязательным для посещения сегодня будет монумент славы воинам-сибирякам И у вечного огня мы все с вами с цветами в минуте молчания побываем Это важно Ну и вообще, самую экскурсию немножечко посвятим этой замечательной дате, Дню Победы У нас будет с вами первая остановка на площади Ленина Там мы остановимся возле оперного театра И казалось бы, где День Победы, а где оперный театр? Да, почему я выбрала такое место остановки? Но когда мы с вами туда приедем, и я начну свой рассказ Вы поймете, что оперный театр и День Победы очень даже связаны Прямо вот это будет вам понятно после моего рассказа Мы прокатимся немножечко по правому берегу У нас еще остановочка, правда, без выхода будет на площади Свердлова Там тоже есть интересные места и памятники К нашей теме, к сегодняшней привязаны они Затем с правого берега мы с вами должны поехать на левый берег Потому что монумент находится в Ленинском районе города Новосибирска И нам обязательно нужно пересечь реку Туда мы поедем по Октябрьскому мосту Сходим на монумент, все там посмотрим Причем, я надеюсь, времени нам хватит весь монумент пройти То есть не только Вечный Огонь, но и все памятники Там капсула времени, 18-метровый меч Техника времен войны Там у нас есть и танк, и самоходка, и пушки, и самолет И Катюша, боевая машина 13 В общем, все это мы посмотрим Там на автобус, естественно, усаживаемся И уже по Димитровскому мосту Упал у вас шарф, пожалуйста Сейчас будет вот здесь По Димитровскому мосту вернемся сюда, на правый берег Еще остановочку сделаем возле вокзала Потому что вокзал тоже очень важен к нашей сегодняшней теме К теме Великой Отечественной войны и Дню Победы Вот у нас таким образом с вами будет два выхода и еще две остановки Вот таким образом будем действовать Общее время, как я и сказала, три часа Значит, если мы в два часа отъехали от школы, приедем В пять В пять, замечательно А вы у меня какой класс? Второй Второй класс И пятый Ты из пятого А, ты из пятого? Как-то так интересно получилось Но в любом случае, я надеюсь, интересно будет всем Потому что это очень важная тема, действительно Хотя, конечно, вообще в целом про город мы тоже будем говорить Мы же будем ехать по Новосибирску По родному для большинства из вас городу Кто родился в Новосибирске? Ну, большинство, я смотрю, отлично Поэтому, конечно, кое-что из общей истории города я вам тоже расскажу Чтобы так вот и о том, и о том немножко поговорим Современный Новосибирск вообще очень большой город Мы по населению считаемся третьим городом Российской Федерации После каких двух городов? Китай и Челябинск Китай и Челябинск Отлично Андрей Владимирович, запомните Нам вот так еще никто не отвечал Итак, в России, начнем опять, в России очень много городов И есть из них очень крупные города Самый крупный какой город в нашей стране? Москва А второй Петербург А вот третий наш с вами Новосибирск Вот теперь мы это выяснили Проживает в нашем городе 1 миллион 650 тысяч человек Это достаточно много, я вам скажу Действительно, ну, может быть, с Москвой и Питером мало, да? Вот ты говоришь, что мало С Москвой и Питером мало А со всеми остальными городами достаточно много Всего у нас в стране 13 городов-миллионников То есть, где население более миллиона И один из них, вот наш с вами Новосибирск Давайте обратим внимание, ребятки, сейчас направо К нашей основной сегодняшней теме Вот это здание, где написано Выставочный зал Имеет непосредственное отношение Это окружной дом офицеров Да, офицеров Сразу с вами понимаем, что это что-то с войсками связано Действительно, изначальная история этого дома В 1914 году начиналась То есть, больше 100 лет назад Это тоже очень памятный год К сожалению, памятный Ну, с точки зрения что-то плохое случилось Потому что в 1914 году началась Первая мировая война Мы с вами говорим о празднике Победы 9 мая Это день нашей Победы во Второй мировой войне Для нашего государства Великое Отечественное Так еще называлось И называется, конечно же Но раз это вторая, значит до нее была первая Так по логике будем рассуждать И вот в 1914 году началась Первая мировая война Тоже очень многие государства были втянуты в эту войну И наше государство, тогда Российская империя Тоже принимала участие непосредственно в этой войне И было решено построить в нашем городе дом инвалидов Сразу хочу объяснить, что тогда инвалид Это немножко не так, как сегодня Сейчас мы с вами говорим Инвалид это человек с ограниченными возможностями Ну, то есть, что-то он, допустим, ходить сам не может Например, плохо слышит, плохо видит и так далее Тогда, в начале 20 века, инвалид это ветеран То есть, участник боевых действий И вот для них такое здание и предполагалось построить Потому что предполагалось, что с фронта могут возвращаться люди и раненые Их нужно где-то долечивать И там госпиталь небольшой был бы Возможно, кому-то негде будет работать И там можно было бы устраивались специальные такие цеха Где можно было получить какую-то работу То есть, вот такой вот дом для тех, кто прибудет с фронта Где-то уже к 25-27 году Там разместили штаб Сибирского военного округа То есть, окончательно туда заехали военные Все генералы там работали И какое-то время он там был Потом решили там еще к ним, в этом же здании Разместить музей истории Сибирского военного округа Вот мы прочитали выставочные залы Это как раз потому, что там музей истории Сибирского военного округа Где можно узнать все о том Как наше доблестное сибирское воинство Принимало участие в различных войнах Которые, так сказать, на их долю, на их судьбу выпали Дальше проезжаем по Красному проспекту Это главная улица нашего города Что здесь видим? Вот по левой стороне у нас Медицинский университет Вы, понятно, что еще сейчас не очень задумываетесь о том, кем будете Но когда будете подрастать, в Новосибирске Очень большой выбор различных учебных заведений Медицинский, вот проезжаем Чуть дальше справа, следующее здание Будет Институт легкой промышленности Но если в медицинском понятно Там врачи-медики различных специальностей То в Институте легкой промышленности Там на кого учат? Давайте догадаемся Не получается додуматься, да? Модельеры одежды и конструкторы обуви Легкая промышленность Это то, что мы с вами носим на себе Вот сейчас вы все сидите в изделиях легкой промышленности Потому что куртки, да? Брюки, юбки, обувь и так далее Это все легкая промышленность И вот как раз в этом здании Вот справа, где идут внизу кафешки Основную часть этого здания Вот розовенькая часть началась Это этот самый Институт легкой промышленности Так что кто из вас хорошо рисует? Ну обычно девчонки очень любят там различные Там тоже моды рисовать Вот как раз потом поступают сюда И знаменитыми модельерами получается С Красного проспекта Мы сейчас с вами будем уходить Потому что нам нужно подъехать к оперному театру И это сделать мы можем вот только сейчас Потому что дальше поворота не будет Площадь Ленина справа от нас, ребятки Это главная площадь Где всегда 9 мая проходит торжественный парад И вроде бы, как сказали, в этом году будет Уже вот на вашей памяти-то последние годы Ну вы подрастать только сейчас начали Я думаю, что очень маленькими на парад Конечно, вас родители не брали А вот последние два года уже точно Если не три 9 мая парада здесь для общей публики не было То есть войска проходили Но публику не пускали Чтобы вот так вот близко посмотреть Из-за пандемии Но в этом году сказали, скорее всего, будет То есть и войска пройдут, и техника У нас, правда, очень тяжелую технику тут Нельзя по Красному проспекту пускать Знаете, причина такая банальная, жизненная У нас же под Красным проспектом идет метро Метро в Новосибирске не очень глубокое Кто-нибудь в Петербурге был уже? Вот кто был, вспоминайте Если вдруг там вы прокатились на метро А такое там часто бывает Потому что город большой и до разных туристических объектов Так добираемся Там очень глубокое метро Оно там и под Невкой, и под Невой Да, там больше 100 метров А у нас, да, 20 метров всего Глубина залегания Это не очень большое Поэтому крупную технику нельзя Чтобы не повредить наши станции метро Но, тем не менее, средняя и легкая техника В параде всегда участвует Вот смотрите, сейчас мы с вами будем объезжать оперный театр Уже вот рядом со мной сидящие Увидели, что он впереди у нас Сам театр стоит на бывшей дровяной площади То есть сейчас мы это все называем площадь Ленина Раньше называлась ярмарочная Ярмарки проводили И каждая часть этой ярмарочной площади Была под разным видом продукции, скажем так Да, что на ней продавалось Вот в частности там, где стоит театр Это дровяная площадь Потом вот та часть, которая дальше Где люди гуляют Там, например, поколейные товары То есть поколейные товары Это крупа, сахар, сушки, баранки То есть то, что мы вот каждый день используем в обиходе Такое, да, те продукты питания Чуть дальше там сенная площадь была Сейчас там Первомайский сквер и Краеведческий музей То есть там сен продавали Вот смотрите, театр оперы и балета Огромнейшее здание Мы объезжаем его со стороны сцены То есть вот этот полукруг справа Это как раз таки сцена Во время войны Вот здесь с правой стороны Где строительные леса Был въезд для одного вагона железнодорожного То есть были рельсы И внутрь в театр заезжал железнодорожный вагон Дело в том, что сам театр Перед войной почти построили И в августе 1941 года Его должны были открывать для нас Да, для горожан Но война-то началась раньше Кто знает война, когда началась в Великой Отечественной? Я хочу день и месяц от вас 22 июня 1941 года Вот представьте, открытие театра намечалось на август 1941 года А 22 июня раньше началась война Конечно, никто уже театр не стал открывать Это просто было бы странно Идет война, мы тут театр открываем Естественно, что его уже не открывали Но родине он сослужил очень хорошую службу Даже еще не открытой Сюда привезли 30, только вслушайтесь 30 самых известных в нашей стране музеев Я уже поняла, что в Петербурге кто-то был В Москве наверняка тоже уже многие бывали И вот самые главные музеи нашей страны Они, конечно, сосредоточены в двух столицах Это Эрмитаж Это музей изобразительных искусств имени Пушкина Это Третьяковская галерея И вот эти музеи все у нас хранились Вот он театр, огромное здание Очень тысячи ящиков, очень много С картинами здесь стояли практически всю войну Но театр-то еще не был открыт официально И отопление немножко было недоделано Зачем? Я про вагон-то вам рассказывала Железнодорожный В этом вагоне был уголь Чтобы вот эти все картины Старинные одежды какие-то, посуда В общем, все, что в этих музеях было И что к нам сюда попало Чтобы оно нормальную эвакуацию пережило И уехало опять в свои музеи В театре нужно было создавать комфортные условия Ну, чтобы хоть тепло-то было Чтобы не сыро и не холодно У нас-то, извините, зимой минус 30 А если здание не топить, там будет сыро Влажность И, естественно, все сгниет Картины-то старинные Они же им не 5 лет, а им 500 лет, например Поэтому вагон каменного угля Нужен был, чтобы в сутки отапливать театр То есть каждое утро вагон заезжал И на следующее утро ничего в нем уже угля не было И опять вагон заезжал другой Поняли, да? И вот так всю войну, чтобы сохранить эти ценности Плюс ко всему в театре С одного его крыла Вот посмотрите сейчас направо Вот где машины припаркованы Мы сейчас еще будем выходить И вы увидите Вот в этом крыле размещался госпиталь Что такое госпиталь, все понимают? Да, это больница для раненых с фронта Которых привезли А с другой стороны в таком же крыле Размещался цех по производству снарядов Потому что фронту были они, конечно, необходимы Как воздух Ну что ж, о дальнейшей истории Услышим уже на улице Сейчас поступим таким образом Шапки надеть Полукруга Полукруга Что такое полукруг? Математики сразу Что? Вон, не остановились За меня только не заходим Чтобы со спины никто не стоял Театр всем хорошо видно? Да Отлично Ну что, давайте немножко тогда про его архитектуру Про историю мы поговорили Теперь про архитектуру Во-первых, я вам должна сказать Что в нашем городе самый большой в нашей стране театр Мы знаем, что в Москве есть Большой театр Да, он так и называется Большой театр Но наш больше Хоть и называется по-другому Как он, кстати, правильно называется? Опера и балет Нет Совершенно верно Называется он правильно Новосибирский академический театр Запомним, да? Хотя, конечно, когда мы собираемся Например, на балет Или Ну, на оперу вы еще не ходили, я думаю Но на балет уже могли ходить Мы не говорим Я иду в новат Потому что там звучит немножко странно Мы говорим Я иду в оперную Потому что в народе Обычно мы употребляем именно так Итак, что же в нашем оперном Такого необычного? Размеры видно Они колоссальные Кстати, вот мы с вами привыкли к этим размерам Мы тут живем Каждый день видим И все нормально А когда приезжают у меня люди из других городов Вот у них, конечно, прям иногда бывает шок Так что вот это вот огромное здание Это театр И находится он не в столице Да, в общем-то в городе Так почти в глубинке, можно сказать Но это действительно так Это самый большой театр Вот обратите внимание на его купол За моей спиной Теперь на меня посмотрели Схематично попробуем его представить Основание купола Вот основание купола Да, это то есть там, где Окошки такие вот полукруглые Это основание купола 60 метров Само основание Высота Только купольной части 30 метров То есть внутри там Такой стоит Такая балка Где флагшток крепится Она идет вниз 30 метров А как вам кажется Какая же тогда толщина Вот этой чешуи должна быть Раз так он 60 Так высота у него 30 А вот эта вот вся Штука, крыша Она Сколько? Миллион метров? Ну, во-первых, здесь не месяц И миллион метров 50 метров А как? Если всего высота 30 Ну, как-то мне говорили Наверное, 3 метра Это чешуя толщиной Я думаю, что если бы она была 3 метра Она в театр уже раздавила Вот Ближе, ближе Всего 8 сантиметров Представьте Чем она была бы толще Тем на театр бы давила Она всего вот такая 8 сантиметров Внутри в этом куполе Ничего нет Там не идут спектакли Там нет кресел Для нас с вами Для зрителей Зачем построили? Его построили Во-первых, для того Чтобы был объем у театра Во-вторых, чтобы Само помещение Имело большее количество воздуха Ведь заходит в театр Огромное количество людей В большом зале 1800 кресел Если воздух объем не будет То, конечно, нам с вами сложно Будет там полтора и два часа Спектакль отсидеть Вот так наши архитекторы Просчитали Что при таких огромных объемах Можно сделать Вот такую тоненькую крышу И все это Ой, с 1941 года Практически и стоит Да, мы же помним Что еще в августе 1941 Могли его открыть Итак, в зрительном зале 1800 кресел Продолжаем упражняться В математике Но, когда театр построили Там было 2200 кресел Их постепенно убирали И стало 1800 Как вам кажется? Зачем убрали? Чтобы больше воздуха Еще больше воздуха Чтобы было На самом деле, знаете Тут вообще Ситуация так складывалась Когда театр открывали Люди в Советском Союзе А вам понятно Словосочетание Советский Союз? Да, это наше государство В те времена Люди в Советском Союзе Были худенькие Кресел было больше Но они были маленькие После войны Люди стали немножко толстеть Война закончилась Стали хорошо кушать Размеры стали больше А уменьшили на 200 кресел А в 60-е годы Уже когда совсем давно Закончилась война И стало жить намного проще Продуктов было больше Люди еще немножко потолстели И еще убрали 200 кресел Вот сейчас их и получилось 1800 Теперь зато они большие Широкие И удобно всем сидеть Театр, как я вам и сказала Очень связан с Великой Отечественной войной С нашей основной с вами темой сегодня Несмотря на то, что его не открыли В августе 41-го года Все годы войны он работал То есть хранил ценности музейные Был таким своеобразным госпиталем И все, как и производство снарядов Когда же его в итоге открыли Вот дата театра Дата открытия театра очень важна 9-го мая мы с вами знаем День Победы И буквально через 3 дня 12-го мая 45-го года Наш театр был открыт Оперой Глинки Иван Сусанин Это первая опера была И вот я читала воспоминания людей Которые тогда присутствовали Они говорили, что они 9-го мая Не поверили, что победа Потому что 4 года шла война Страшно, больно Каждый день там похоронки Людям приходили Это все очень тяжело И когда 9-го мая объявили Что не все поверили А когда 12-го мая открыли театр Вот тогда поверили все Потому что он же 4 года войны Уже готовый, стоял Но его как бы неприлично было открывать Потому что идет война И вот после 12-го мая Весь Новосибирск точно знал Что мы победили в этой войне Сейчас предлагаю взрослым Детей сфотографировать Вот сюда их развернуть А потом мы еще дальше пойдем Вот на это место встали Повернулись лицом туда Встали сюда Влезете Вот все влазили до вас А вы не влезете На мам смотрим Ну как им удобно Лишь бы у мам в объектив они входили Зря туда Вот зря туда Вы растягиваетесь Туда, туда Уже вас за урной не видно Встаньте вот вчетвером В четвером встали Димит Все, все отлично Александра Сергеевна Оставайтесь Смотрим на маму Серьезные лица Сделайте Я вижу Два ряда колон Поэтому колонадо Вообще у каждого шестерца Есть, я бы сказала, серия фотографий Не знаю, вас уже родители фотографировали здесь или нет Мы сегодня точно сфотографируемся Но я знаю, что сюда и фотохоженьки И просто художник не приходит И такого надо И дать ему впечатлевать Вот такое знаковое место Но его могло бы и видеть Когда наш пиад устроился Мы могли бы сказать Как там не построить Да, встанье Или еще как-то И сначала Не было ли хоро А вот Вот Как был посад И на посаде Разместили Посмотрите на верху Вот те люди Что они Да Как они Они Разместили Новый гер Танцы народов Советского Союза Он называется Про Советский Союз Мы с вами уже говорили Это было государство наше В которое входили Разные государства Ну вот как сейчас, например Да Они там Не поймут Вообще так-то можно С билетами На спектакль Но мы сегодня не пойдем И вот на момент Когда строился наш театр Было 16 таких государств Которые входили В состав Советского Союза От каждого государства То есть допустим Азербайджан 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 Белоруссия Взят один человек Костюм национально-традиционный Или видите Музыкальный инструмент Вот мы видим с вами И вот там вот идет Этот барельеф Но Автор Верхштейн Но потом решили Что-то нам нужно И ведь барельеф Мы с вами теперь Здесь даже посмотреть Не можем Потому что наша мама Где стоит Она бы если посмотрела Все равно было бы видно Что весь барельеф Ну никак Только от колонны До колонны Можно просмотреть Вот так менялась Архитектура здания Сначала нет колонн Потом есть колонны Кстати Даже не захотя� в здание Вот этого И это три колонны. Ну вот как вот. Одна, еще и еще. И это мы с вами смотрим на люстру. Вот когда три колонны в ряд, это мы смотрим на люстру. Люстра, кстати, тоже гигантская. Она весит две тонны почти. У меня когда-то экскурсии, кто-то тоже, вот такие были ребята, кто-то спросил, она падала когда-нибудь? Как это было? Нет. Вот на тот момент, когда мне был задан вопрос, я ответа не знала. Да что ж не могу все знать? Я там детям и сказала, ребят, я не знаю, надо узнать. Я потом узнала. Каркас, это падало. Как дело было? Когда ее убили, а она? Следующий вопрос. Нет, ты знаешь, без пострадавших. Дело в том, что бронзовый каркас, ну то есть металлический такой каркас. А потом хрусталики такие вот, висюльки красивые, да? Вспоминайте, если вдруг видели где-то. Вот сначала ее крепили только бронзовый каркас, без хрусталиков. Ну и видимо крючок был не очень сильный, мощный. И она вот под весом этого всего упала, да. Ее восстановили, крючочек сделали помощнее. И уже с хрусталиками все полностью повесили. И как вот она так и висит. Теперь у меня к вам вопрос. Вот она две тонны весит. Вся такая красивая, замечательная. Как ее моют? Ничего, так лестница. Три. Вот мы же с вами представили, что три брянет. Не моют. Грязная висит. 75 лет. А как вы тогда повесили? Вопрос был пока, давайте разберемся. На кране. Ты знаешь, вот повесить один раз на кране можно было, еще пока кресел не было. Но сейчас-то кресло там? Вообще все просто. Вот просто все до безобразия. А, я знаю, вот. Никакой палки. Просто ей снять, помыть и потом. А как? Снять, как снять? Вопрос-то. А как? Как снять? Как снять? Обычно. Уронить ее. Уронить, так разобьется. Нет, типа уронить, сделай все. Все представляют пульт от телевизора. Попалочка, что ли? Угу. Там внутри механизм. Нажимаем на кнопку. Она съезжает на пол. Мы ее помыли моющим пылесосом. На кнопку нажали, подняли, все. Мне вообще ничего выдумывалось. Так можно было, да? Не так делают. Ну что, друзья мои, давайте мы еще, наверное, на колонаде все-таки, вернее, в колонаде сфотографируемся. Вот народу-то мало. Вот вы прям тут стойте. Музыка. 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 И на улице с вами все в порядке. Никто никуда у меня не убегает. Прям здорово у нас все будет проходить, я думаю, дальше. Итак, про театр все, я думаю, теперь стало понятно. Почему мы здесь останавливались? Почему он связан с войной? Он практически ровесник победы. Сколько лет победе? Столько лет и нашему театру. Еще, знаете, был какой интересный факт, когда театр уже открывали, нужен был занавес. Вы же все представляете, что такое занавес? Да? Вот между зрителем и сценой. Так как это государственное учреждение, сюда Москва выделила определенное количество метров ткани, чтобы шить занавес. Причем ткань необычную, а черный бархат. Все представляют, как выглядит черный бархат. Такая мягкая, приятная, на ощупь ткань. Но оказалось, что наша сцена такая большая, что выделенных четырех тысяч метров не хватает. Что делать? Ну нельзя же повесить ползанавеса. Ну будет же некрасиво. И тогда в газете «Вечерний Новосибирск» у нас такая выходила газета, вышло объявление, что вот уважаемые новосибирцы, у кого дома сохранились портьеры бархатные или может быть даже платье там или юбка большая бархатная, пожертвуйте ее, пожалуйста, театру. Мол, надо дошить вот таким образом занавес. И новосибирцы принесли свой бархат, его пришили к тому, который выделен был. И все-таки 12 мая 45-го года торжественное открытие состоялось. Вот смотрите, отсюда мы театр еще раз с вами видим во всей красе и колоннаду, и купол. А вот за куполом, видите, огромная такая стена, мы видим только треугольничек справа и треугольничек слева от этой стены. Ну а вообще это огромная такая стена, квадрат. Там внутри находится противопожарная галетина. Ну то есть такая металлическая выдвижная стена. Вот если вдруг бы случился в театре пожар, ничего подобного ни разу, кстати, не было, могу вам доложить, да? Но если бы все-таки он вдруг случился... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы видим, как вы умеете, с чувством, с достоинством. Это место памяти. Мы находимся с вами на монументе славы воинам сибирякам. Это место, где в 67-м году, 6 ноября, был открыт вечный огонь, были установлены стеллы с фамилиями наших с вами погибших земляков. Вы стоите, я только показываю. Вот у кого-то за спиной, кто-то смотрит прямо, на каждой вот этой стене, а стена называется пилон. Мы подойдем, я расскажу, пока подойдем. Называется пилон. Высота пилона 10 метров, этих пилонов 4. За вашей спиной есть. И вот туда еще 2. И вот на каждом из них полностью каждый в фамилиях наших погибших земляков. Они все по алфавитному принципу, то есть на букву А, и пошли дальше. Сейчас вот как раз можно ближе подойти ко мне сюда. Не разбредаемся, просто покажу, как... Давайте каждый сейчас сначала посмотрим, как можно вообще одного от другого понять. Вот звездочки. Звездочка. Потом идет фамилия и инициалы. Но вот тут, видимо, звездочку потеряли. Вот она тоже тут должна быть. И вот так же точно Ермаков, допустим, Федор Иванович. Пусть он нас, конечно, простит, я не знаю, что он, Федор Иванович. И вот опять звездочка. Если вы где-то в других городах будете видеть похожие монументы, там еще иногда есть даты жизни. Или, например, там должность звания, да, звания воинские. Но у нас, к сожалению, места такого нет, чтобы добавить. Смотрите, вот некоторые фамилии выделены. Видно, да, немножко другая такая, как бы, красочка. Это несколько лет назад попросили родственников посмотреть, правильно ли фамилия указана, нет ли там в буквах каких-то ошибок. И кто-то увидел, что у него родственника неправильно. Поэтому заменили. И вот даже наверху, видите, черный, вон Ершов, например, и так далее. Это вот заменяли, поэтому немножко они отличаются. Как наверх посмотреть? Это еще, знаешь, к вопросу о том, почему ровно 10 метров. Вот если чуть-чуть отойти, вот, где мамы наши стоят, и посмотреть, то вы верхушечку увидите. Вот что-то у Жукова нет. Самого последнего. Вон там-то это есть. А вот если бы мы сделали, даже на метрах выше, то тогда уже было... А, да, вон я вижу Жукова. Ну вот я тоже вижу там, да, Невкин, например, там вверх. А если еще чуть-чуть больше сделать, правда, мы же не увидели бы уже, скорее всего. Поэтому нельзя сделать больше, хотя тогда и фамилии можно было бы распустить больше, потому что у нас есть фамилии, которые пока никуда. Девочки, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Тебя-тебя, я тут уже на войне была. Так что, у вас есть могила неизвестного солдата, да, 4 могилы неизвестного солдата. А на самом деле ничего подобного. Могилы неизвестного солдата у нас одна, она у Вечного Огня, мы там побываем. А здесь у нас хранится земля с мест сражений наших с вами земляков. Если вы почитаете, то вот здесь земля, видите, 19-го гвардейского сибирского добровольческого корпуса, который воевал в разных местах. Например, вот видите, путь он прошел от Подмосковья, читайте, нижний ряд, до Балтийского моря. И вот где были сражения самые кровопролитные у 19-го корпуса, вот там под этой плитой земля, и так 4 раза. Там из Подмосковья есть, да, Сталинграда и так далее. Сейчас мы с вами будем свидетелями смены почетного караула. Вот за моей спиной, вы видите, у Вечного Огня стоят ребята в почетном карауле поста номер 1. Вечный Огонь здесь, на монументе, это пост номер 1. Это самый главный пост в нашей памяти о Великой Отечественной войне. Ребята стоят, это школьники всех школ города, 9-го, 10-го, иногда 11-го класса, по 5 человек. Они вот свою, вот эти ребята, свою смену уже отстояли. Если вы посмотрите налево, вы увидите, что идут следующие 5 ребят, которые теперь заступят на вахту, поменяются с вот этими ребятами, и будут тоже стоять какое-то положенное им время, там, 12-20 минут в почетном карауле. Их всегда 5. Есть у них главный, разводящий, да, вот кто первый идет, разводящий, потому что он разводит, он их расставляет, можно так сказать. Смотрите внимательно, вот они пока идут линеечкой такой, а сейчас, когда на ступеньки поднимутся, они потом разойдутся. В карауле могут быть и девочки, и мальчики, тут не важно. Тут самое главное быть достойным того, чтобы принимать участие с нас. Ребята, да, конечно, можно. Ребята, да, конечно, есть. Ребята, да, конечно, есть. Продолжение следует... Смена! Пост! Принять! Смена! Пост! Шоком! Марш! Смена! Пост! Шоком! Продолжение следует... Ну что, ребята, сейчас идти пойдут отдыхать, а новые заступили на ванну, а мы сейчас с вами будем проходить к вечному облигу. Мамы нам раздадут цветы, каждый сейчас, вот как стоите, так и стойте. Мамы к вам подойдут сами, не надо подвигать. Ты настоящий, и обои настоящий. Смена! С другой стороны пойдут... Будет стрелять, конечно, если я буду... По две, да? Сейчас не получится, но это будет... И решим, что вы хотите... Это чисто будет... Ребята, не волнуйтесь... Давайте так, чтобы у нас все красиво получилось. Когда вам цветочки раздадут, мы подойдем аккуратно, не мешая тем, кто несет вахту. Встанем у вечного огня. Кто-то из мам поднимется лучше наверх, оттуда лучше. Да, вот так вам обойти нужно. И я когда скажу, что цветы... Вот туда до уголочка доходите, где бары наши стоят. И сюда ко мне частично, пока цветы не кладем, пока не кладем. И ко мне сюда, чтобы все места хватило. Все, остановились. Все, все встали, да? Ребята, здесь у вечного огня есть такая традиция, когда мы сюда приходим с цветами. При возложении цветов мы делаем минуту молчания. Вот сейчас цветочки можно положить и минуту молчания в память о наших погибших земляках. Поехали. Поехали. Три EHUНО-СПОТОРАТВЕСЬ Всем большое спасибо! Сейчас мы с вами поднимемся наверх и там продолжим экскурсию. Давайте вот с этого уголочка выходим вот туда и навево все идем. Да, все идем. Идем. Так, давайте я первую пройду. Ребята, проходите. Ребят, проходите. Почему они полетают? Манетки взрываются, они просто вылетают. Здесь два ряда елки, 50 с одной стороны и 50 с другой стороны. Каждый день в честь героев Советского Союза. И просто так елки посадили, а еще и в честь героев Советского Союза. Здесь, вот видите, после ремонта даже сделали специальные дорожки. Кто знает вот такие желтые дорожки для кого? Нет, не для велосипедов, не для роликов, для незрячих, совершенно верно. Вот человек, когда идет прямо палочкой своей вот между бороздками, попадает, это идет прямо. На перекресток встал, дорожки, видите, поменялись. Где вот такие пупорышечки начинаются, он должен определиться, куда ему дальше идти. То есть здесь перекресток так и заканчивается, либо прямо, либо налево, направо. Так вот ориентируются слабовидящие, совершенно верно, ты знаешь. Пойдемте дальше. Почему неизвестный? Я думаю, когда в 1991 году обнаружили в массовом захоронении, как городом Белое, останки наших очень многих воинов, документы уже восстановить было нельзя. То есть это было понятно, что стояли здесь сибирские дивизии, но вот как имя, хранилия, отчество, уже восстановить невозможно. Поэтому видите, надпись какая? Сибирь-сын, то есть он из Сибири, ну, может быть, даже и не из Новосибирска, может быть, там из Омска или Красноярска, потому что сибирские дивизии там были. Родина, неизвестный солдат, потому что восстановить прежиссионную фамилию, его возможности никакой. Вот с 1991 года здесь могила неизвестного солдата есть. Хотя сам момент, конечно, намного раньше, в 1967 году было. Это было. Пытается переместировать музыкальный сопровождение. Ну, обычно, конечно, такая музыка здесь не играет, потому что пока звукооператоры не пытаются какую-то волну полмать. Это радио. Ну что, мы с вами пойдем сейчас дальше. Обойдем внимание, что у Вечного Огня еще есть скульптура скорбящая мать, она называется, да? Как будто бы вот она за всех женщин скорбит и могилу своего сына, да? Колюш, это могила неизвестного солдата за всех погибших. Что говоришь? А так есть? Вот здесь, да. Здесь есть. Я же вам объясняю, что в 1991 году привезли сюда захоронение нашего воина из-под города Белое. Но узнать, кто он, не удалось. Поэтому неизвестный солдат. Ну что, увидели, да, все и скорбящую мать, и цветы мы с вами положили. Теперь давайте вот сюда, на меня. Развернулись. Вы уже за время экскурсии должны за полсекунды перестраиваться. вот эти все, вот это вся черная тьма. Оба, за каждый из них человек. Чей-то муж, сын, брат и так далее. Смотрите, как много наша родина, наш город, в частности, потерял своих сыновей, в основном и дочерей, да, потому что там и женские тоже есть имена, безусловно. Они тоже так же погибали, ну, может быть, чуть в меньшей степени, чем мужчины. Мы же с вами теперь пойдем по парку, идем сюда. Те, кто вперед, с вами по ним. Те, кто внизу, стоит кресенье. Те, кто ниже, стоит кресенье. Ходят? Ходят? Да, да. Может, пустят в вашу пропорцию? Матвей! А куда смотришь? Везде! Я так понимаю, на спам прибыла? Я сразу на теканях. Смотрите сразу на всех. Все. Привет! Пустили со ступенек, идем дальше. Здесь много еще памятников. Сразу парами, первую парами. Везде. Сразу парами, все за ней. Все. Я сама. Дали. Да. Все. Здесь стоишь. Все. Потихонечку начинаем движение и все присоединяются. Давай, тупой, 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 тупой. Пошли. Все. Шагай. 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 Мальчики. 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 Так. Ноги прямые. Ребята, вот проходя немножечко, посмотрите сюда, здесь очень наглядно показано, сколько всего Новосибирска готовил для фронта. И это не только вооружение, потому что, ну, одним вооружением солдат, конечно, хорошо, когда много у него снарядов, но ведь и очень много чего другого надо было, видите, тут обмундирование, сколько мяса, сколько рыбы, да, и так далее, там, эскадрильи, истребители, прожекторы, в общем, все, что необходимо было на фронте завода Новосибирска готовил. Вот он, прошу. София, Максим. Будьте здоровы. София, Максим. Максим, по поребрикам на прогулке находишься. Максим, по поребрикам на прогулке. Машиниста. Ты будешь машинистом? Да. Тренироваться успеем. Денис Мефодий, вы фаршируете и опаздываете. София. Радость моя. Вот этим ты займёшься на прогулке. Хорошо. Слушай, ну рекордсмен сегодня. Я туда. Я туда. Соня, веряю тебе его подотелок от своих. Он без тебя совсем теряется. Ребятки, мы с вами к еще одному памятнику подошли. За моей спиной меч, высота которого 18 метров. Александр Сергеевич Чернобродцев был такой скучный. Он автор вот этого произведения. Почему именно меч, да? Это такой меч содружества, я бы сказала. Потому что с одной стороны он посвящен, вот посмотрите, слева написаны сибирские дивизии. И каждая чуточка это какая-то сибирская дивизия. Вот он посвящен всем воинам сибирских дивизий. Но разве только воины во время войны предближали победу. Кто-то же еще трудился, наверное, да, над этим делом. Здесь у нас в Новосибирске не было боевых никаких сражений. Значит, здесь люди работали где? На заводах. Вот справа и читаем, да? Заводы Новосибирска. Одни на фронте добывали победу, а другие им здесь помогали и все на фронт отсылали. И они этим самым воевали. Да, там и все, что им нужно было на фронте, делали здесь на заводах. Так что это вот такой меч трудового и боевого содружества. Награды вот эти, как вы понимаете, да, это то, чем награждали наших заводчан и верхней дивизии. Про Ленина мы с вами говорили. Вот как раз орден Ленина один из самых важных был в Советском Союзе. Сейчас предлагаю вам, дети, встать на ступеньки, а мама вас фотографирует. Вот ближе уже на меня, да? Все? На меня все развернулись, ротики закрыли. Все. Итак, мы с вами еще у одного памятника. Здесь на монументе их много, можно полдня гулять. Но вот сюда я вот всегда подхожу со своими ребятами на экскурсиях, потому что это так называемая капсула времени. Вы стоите, я подхожу только. Вот здесь, внутри, капсула времени, которую несколько лет назад заложили дети, оставшиеся в годы войны без отцов. Этим детям, сейчас все скажу, сейчас уже этим детям очень много лет. Ну, то есть, когда война была, да, в сороковые годы. И вот они тогда остались без отцов. Сейчас это очень взрослые дедушки и бабушки. Есть такая организация ЭХО. И вот они внутрь поместили такую специальную капсулу. Нам с вами написали письмо, чтобы мы открыли эту капсулу в день 100-летия Победы. Когда будет день 100-летия Победы? 9 мая 2045 года. Да? Если день Победы у нас 9 мая 1945 года, то через 100 лет это 2045 год. Сейчас у нас какой год? 22-й. 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 22-й, это будет 45-й. 23-й. 22-й, это будет 45-й. 23-й года. Сколько вам будет через 23 года? 31-й. В общем, вы будете еще очень молодые люди. Возможно, со своими детками уже на тот момент. Придете сюда. Я уже буду старой бабкой, поэтому могу, наверное, не прийти. Вот. А вы-то еще, я думаю, придете. И вот тогда вскроется эта капсула и можно будет прочитать письмо, которое много лет назад вам написали дети войны. А что написали? Что написали? Я не знаю. Было бы странно, если бы они еще всем рассказали, да, и потом только поместили. Чего написали? Я не знаю. Вот ваша задача будет открыть и посмотреть. Вот сюда. А как я хочу? Ну, потом вам скажут как. Вот сюда. Вот сюда не надо. Вот сюда идете на асфальт. Памятник-то здесь продолжается, потому что он, видите, как оформлен. Здесь посадили дерево. Это ива плакучая. Почему плакучая? Потому что дети во время войны остались без отцов. Да? Поэтому вот было выбрано такое дерево. И скамеечки вот тут везде. Потому что, как правило, эти дети, я вам уже сказала, очень старенькие бабушки и дедушки. И 9 мая они сюда приходят посидеть хотя бы, да, вот вспомнить свое детство военное, да, как сложилось их жизнь и так далее. Вот такой вот необычный здесь памятник, да, где много разных памятников получается. Ну что, запомнили, да? Идем с вами дальше. Первая пара, где она? Первая пара, когда я подошла? Да нет, я не знаю. Нельзя. Все, иди. Все, продолжаем движение потихонечку. Пошли. Валера Ордена Славы. Как отличить одного от другого? Вот смотрите, показывай. Селезнев Михаил Григорьевич, кстати, его именем улица называется в нашем городе. У него, видите, звездочка плоская такая. Он герой Советского Союза. Следующий за ним Сергеев Михаил Афанасьевич, какая-то другая звездочка у него. Потому что он полный кавалер Ордена Славы. Вот какой-то очень мужественный подвиг совершал человек на войне, ему присваивали звание сразу Героя Советского Союза. Если подвиг его был, ну скажем, чуточку поскромнее, ему давали первую звезду Ордена Славы. Потом можно было вторую получить и третью. Вот когда все три звезды Ордена Славы у тебя, тогда ты приравниваешься к Герою Советского Союза. Ну так вот, если посмотреть, то Героев Советского Союза больше. Потому что таких вот звездочек, это Московский Кремль, если ближе подойти, это Московский Кремль. Вот посмотрите, если сверху посчитать одиннадцатого, считаем первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, а Покрышкин Александр Иванович одиннадцатый. Мы сегодня с вами два памятника видели, да, Покрышкин? Ну и Бёст, и памятник большой на площади Маркса. Так вот, Покрышкин у нас мы с вами знаем трижды Герой Советского Союза, то есть ему здесь по идее надо еще три звездочки-то рисовать, да, чтобы было как правильно, как у него по жизни. Вот здесь вообще больше трехсот фамилий, но сейчас живых в Новосибирске нет ни одного. Два года назад Ансупов и Бакуров Дмитрий Алексеевич ушли из жизни. Это были два последних Героя Советских Союза, живших у нас в городе. Возможно, кто-то из них, вот из этих фамилий сейчас есть, где-то живет в каком-то городе, там, допустим, дети или внуки забрали, да, к себе, очень старенький, потому что, ну вот, вот именно в Новосибирске сейчас никого из них нет, хотя почти все они войну пережили, то есть с фронта они вернулись, не все они погибшие, как вот там мы видели, они с фронта вернулись, жили какое-то время, да, сколько был вот отмеренных жизненный путь. Вот прям как стоите, развернитесь туда лицом, а мамы сфотографируют с той стороны, не передвигаясь, вот прям как стоите. Музыка На технику мы не лазим, это когда с родителями отдельно придете, разрываете и так далее. Сейчас мы с вами только фотографируемся для этого. Подходим вот сюда. Вот видите, мы уже начинаем тут падать. А зачем мы лазим? Скоро не лазим. Ну вот здесь встаем, а мамы нас фотографируют. Слушайте, опять по солнцу неправильно встало, наверное, да? Да ладно. Черные будут. Туда чуть дальше отходим. Себе тоже фотокалетку. Вы готовы, дети? Да. Нас еще, да? Тимофей. Здесь установили он, конечно, один из самых печальных. Мы с вами говорили о том, что вот солдаты наши воевали, да, вот на заводах работали, но война коснулась не только взрослых, но и детей. И это памятник детям погибших в фашистских антрационных лагерях. То есть это были такие лагеря смерти для детей. К сожалению, почти все дети, которые туда попадали, назад уже не возвращались. Больше 90% из них погибало. Ага, так это скажешь, ты скажешь? Ну, представьте, допустим, вот у нас 100, чего-то есть 100, да, а мы забрали чего-то 95 и осталось только 5. Вот примерно так же и детей. Попадало 100, погибало 95, но исчислялось все тысячами. Поэтому памятник такой странный. С одной стороны, он на весельце похож, да, потому что ребятишки погибали в этих лагерях, а с другой стороны, вот это их отобранное детство, игрушки, да, видно вам, вот там, милами, шутка. Это отобранное у них детство. Они были лишены и детства, и жизни. И таких деток, к сожалению, было очень и очень много. Поэтому вот решили и таким участником, невольным участником войны тоже установить здесь памятник. Вот тоже видите цветочки здесь. Всегда она все памятные даты приносит. Вот таким образом наше обследование монумента сегодня заканчивается. Наша задача сейчас перейти дорогу. Так получилось, что тут пешеходного перехода нет, поэтому мы сейчас, когда парами построимся, в дорогу выйдем, я выйду, машины остановятся, тут одностороннее движение, а потом вас в дорогу переведу. Андрей Владимирович вон стоит, видно нам, да? Сейчас. Вот сюда, да?